Меня зовут Александр Мерков, я родился в Украине, в Крыму, за 25 лет живу в Петербурге, хотя так получилось, что вся моя семья, родители, старшие братья, давно уже живут в Америке. У нас с женой трое взрослых детей, трое внуков. Мы учимся, что означает быть родителями взрослых детей и дедушкой и бабушкой. Ну, я вам скажу, кто из вас с дедушкой и бабушкой, это самое лучшее, что может в жизни случиться. Хотя говорят про внуки, это еще лучшее. Ну, доживем до сбора, мы увидим. Пока у меня этого года нет. Я здесь вместе с коллегой Алексеем Владычем Беловым, Дина Прокопчук из Житомира. Вместе мы трудимся в институте Ходос. Институт Ходос был основан в США 5 лет назад с целью изучения феномена лидерства в евразийском пространстве. И наша задача стараться помочь людям, организациям в продвижении духовного, эффективного и нравственного лидерства. Несколько проектов нами уже осуществлено. Некоторые проекты мы сейчас все еще стараемся реализовывать. У нас есть небольшой ресурс книги, а также мы начали создавать YouTube-канал, где помещаем такие мини-размышления 2-5 минут, а то и лекции 11 минут, не больше. Потому что кто может услышать больше, чем 11 минут? Вот. Если вы зайдете на страницу YouTube Ходос-институт, по крайней мере у нас 12 таких 5-минутных видеоразмышлений по теме евангельско-христианской евразии и лидерства. А Алексей будет вести сегодня семинар, посвященный личному организационному лидерству христиан на работе. И тоже мы записали где-то 21 ролик вдвоем. То есть практически наши книги, которые вы тоже можете скачать, если вы зайдете на страницу хода с institute.com publications. Наши книги вы можете скачать и наших коллег. То есть видеоролик – это практически устный пересказ основных тезисов тех книг, которые вы вообще-то написали. То есть нет времени читать, хоть послушайте. Вот таким образом. Если будут вопросы, мы всегда заинтересованы общаться, потому что мы изучаем, исследуем, но стараемся вести диалог. Сегодняшний семинар. Я знаю, что у вас есть ручки, очень классно. У кого нет ручек, есть телефоны, смартфоны. То есть вы, означает, можете вести какой-то мини-конспект. Но суть не в этом. Я хочу с вами немножко поработать. Попытайтесь написать, что такое лидерство. Своими словами. Не больше 20 слов. 5 минут надо достаточно? Много? Тогда давайте. Кто-то может ограничиться одним словом, но по крайней мере не больше 20. Телефон для себя. Как вы понимаете лидерство? Попытайтесь. Спасибо. 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 Если готовы, голову подняли, большинство людей подняли голову, я пойму, что они практически завершили. Позвольте, мы завершим, а потом я дам вам первую сторону, чтобы вы поделились. Сколько слов посчитали? Я так смотрю, кто-то методично считает. Если лишнее вычеркиваете, не больше 20 слов. Шучу. Если не смогли, уже 20 вложите, 25. Кто-то прочитает, кто-то откомментирует, поделитесь. Что такое лидерство? Как вы понимаете? Какое определение вы дали? Давайте. Мужность и ответственность. Два слова. Мужество и ответственность. Правильно? Потому что тот, кто идет первым, и мая мати при нами цель. Ага. Тот, кто идет первым, я его просто не расслышал. Хорошо. Еще какие варианты? Наставник, тот, кто ведет за собой и служит. Наставник, тот, кто ведет за собой и служит. Отлично. Еще. Это феномальное развитие. Особенности. Особенности. Особенности, развитие. Прекрасно. Еще. Агрессивный процесс. Переход от одного состояния в другое. Молодцом. 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 Еще. Сейчас у двадцать слов. Нормально? Нормально? Восемь. Я считал. Я иногда прошу слушателей на семинарах нарисовать картинку. А нарисуйте картинку, кстати. Как вы воспринимаете лидерство? Может быть, кто-то не может словами. Вам одной картинки достаточно, нежели двадцать слов. Посложнее, да? Нет. Я в московской семинаре 50-ликов МТИ попросил сделать студентное упражнение такое. Один нарисовал там. Я говорю, лидерство — это там. Ну, на российском языке. За него это там. Фрет. Не знаю. Может быть, мы по нем проехались пару раз. Отпечаток остался от гусениц до сих пор. Лидерство — это там. Ладненько. Давайте. Ну, как я понимаю, в христианском подходе это ответственное практическое руководство одного или группы людей, применяя принципы писания здравого смысла. Как зовут? Давид. Давид. Молодец. Молодец. Не, вы все молодцы. Смотрите. В этом году, в мае месяце, я преподавал в Херсоне, здесь, в Украине. Собралась аудитория, наверное, от такой же численности. Мы занимались целую неделю. Это студенты Таврийского христианского института и Кременчужской евангельской семинарии. Руководители молодежи, миссионеры, пасторы, проповедники, даже бывшие депутаты городской думы, которые занимаются христианским служением. И я их попросил сделать это упражнение. Правда, я их попросил сделать упражнение заранее, прежде чем я приехал в Херсон, и у меня была возможность проанализировать. Ты смотришь на все эти определения, а потом пытаешься понять какие-то общие темы или наиболее часто встречающиеся акценты. У меня сейчас нет возможности проанализировать. Ну вот посмотрите картину, как евангельские христиане понимают лидерство, когда они говорят и просят объяснить, что такое лидерство. Во-первых, группа ответов, которая объясняет, что такое лидерство, но говорят мне о конкретном человеке. Наставник, кровных, человек. Они не говорят процесс, явление. Говорят о лидерстве, а все сводят к лидеру. Причем этот конкретный человек, он ведет остальных за собой. То есть это человек, который является субъектом, он влияет на других. И чаще всего это вот, как он говорит так, хирургически сверху вниз. Хотя мы говорим, что он служит, но все равно служит с позиции формальной власти. То есть он директор. Слушай, я недавно про Брежнева, кто знает, а кто не вспоминает, и не нормально, если не вспоминает, но кто слышал такого человека, вот он тоже служил. Обслуживал партийную номенклатуру, чтобы всем было хорошо. Глава банды тоже служит. Защищает ценности, чтобы бандитов никто не нарушал. У него есть определенные качества. Служение можно воспринимать как угодно. Но я не об этом. Прошу прощения, что меня занесло. Лидерство как способность или компетенция. Это второе чаще всего распространенное определение лидерства, которое мы встречали, по крайней мере, в вопросе этих студентов. Деятельность направлена на достижение общей цели. Лидерство как комплексное понятие тоже встречается. И меньше всего встречается. И это удивительно для меня. Когда мы говорим, это комплексное определение с определенной теологической мыслью. Давайте вот интересно, что мы как христиане говорим иногда о некоторых вещах, но Бога в нашей картине мира, в нашем первозрении нет. Он появляется лишь только тогда, когда мы в церкви. Тогда нет места, например, в математике, в планировании. Там Бог все сверхъестественно делает. Там только Бог. А за пределами церкви как будто Он отсутствует. То есть христианам в понимании феномена лидерства не хватает чего? Не хватает мыслить богословски. А ради чего? А для чего? И тем более, когда христианин выражает свое представление, то очень неплохо размышлять об этом с христианской точки зрения. Понимаете? Но это достаточно сложно. Хорошо. Мне кажется, у нас есть еще пару интересных упражнений. Следующее упражнение, которое я хотел, чтобы мы осуществили... Так. Прошу прощения, что-то у нас сегодня эта штука совсем не хочет слушаться. Так. Я вам сейчас несколько определений. Они будут написаны, да? Вы их прочитайте, и вам нужно будет выбрать одно для себя. Которое вам понравилось больше всего, и вы с ним согласны. Несколько определений, да? Вы можете их проранжировать в плане... Вот. То есть первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Их шесть. Да? Вот. Выберите одно, которое вам нравится. Прочитать, чтобы было всем слышно. Я сам. Вы сами. Грамотнее люди. Только одно. Только одно. Вы выполнили задание. Да? Давайте мы сделаем так. Поднимите руки, кому понравилось вот это определение. Первое. Нет рук. Хорошо. Второе. Пять. Вы потом больше не поднимаете. Лидерство – это популярность, известность, успешность. Я шучу, шучу. А то я уже хотел сказать. Доброе утро называется. Так. Четвертое. Лидерство – это взаимодействие лидеров в последствии для достижения общей цели. Хорошо. Вижу. Тут уже нужно двух руках. Лидерство – это власть над людьми. Так. Лидерство – это служение Богу и людям ради высокой цели. Четыре. Кто на первой парте сидит, естественно. Самое примерное. Молодцы. Если вы наводите христианскую общину или разговариваете с христианином, который говорит, вы знаете, вообще не нужно вам лидерство. Это противоречит христианским ценностям. Это вообще не сопоставимо с христианством. Как они понимают лидерство, эти люди? Они понимают так, что лидерство – это власть над людьми. Конечно, это не сопоставимо. То есть не надо употреблять это слово. Потому что это треть. Это запрещено. Это Бога не угодно. Или, например, что лидерство – это популярность, успешность, известность. Ну это какая-то такая вещь. Человек может возгордиться. То есть это не сопоставимо с христианскими ценностями смирения, великодушия, скромность и так далее. Очень часто лидерство сопряжено с влиянием. Как некоторые из нас хотели редуцировать и объяснить сложно процесс явления лидерства в одном-двух словах, очень часто говорят, что лидерство – это влияние. А влияние как воспринимается? Сверху вниз? Иерархически. А кто же осуществляет влияние? Один человек на всех. То есть, в принципе, так логически мы приходим, лидерство – это тот человек, который пришел и повлиял на всех. Нету человека – нету дела. Влиятельный человек. Влиятельный человек. Влиятельный человек. Лидер. Вот. Два определения, которые нам больше всего нравятся. Которые, на мой взгляд, ни одно из других не уступают. Но давайте мы с этого возьмем. Лидерство – это взаимодействие лидера и последствия достижения общей цели. Это работа сорча, взаимовлияние, определение целей, ну и достижение каких-то целей, подведение итогов, взаимная подотчетность и так далее. Что означает, что лидерство могут проявлять все. Лидерство – это взаимовлияние, процесс. Лидерство – показывать путь, помогая другим следовать по нему. Помогая, убеждая, а уж извините, иногда и принуждая. В кризисных обстоятельствах, ну и лидерство же бывает как положительное, так и отрицательное. Я не идеализирую. Потому что бывают хорошие люди, бывают плохие. Врач высококвалифицированный и врач низкоквалифицированный. Тут уже характеристика. Одно слово – это символ. Лидерство – это хорошо или плохо. Это, знаете, как нож в руках бандита или в руках хорошего повара. Колесо – хорошо или плохо. Все зависит. Так и лидерство – это достаточно емко-вечно. О чем я хочу сказать, что очень часто в наших организациях, а у нас в форумах происходят семинары, книжек, печатных по лидерству в море. И мы еще добавляем эти книжки. Но очень часто все это сводится к таким упрощенным, непродуманным и порой таким, я бы сказал, неадекватным моделям. Поэтому нам нужно в нашем евангельском сообществе эти вопросы прорабатывать чуть-чуть глубже. Хорошо. Следующий слайд. Я хочу вам показать, как студенты Таврийского христианского института и Кременчужский Ивановский семинар ответили на вопрос. Как и вы. Власть над людьми никто не отметил. Популярность, известность, успешность нет. Взаимодействие или показывать путь – это наибольшее направление голосов. То есть вы практически отражаете картину. Если спрашивают такие же вопросы среди ивановского сообщества, то в нашей ценности власть над людьми или популярность, известность мы отсекаем. Чего нам еще не хватает, так это упора на взаимодействие. Мы все еще скатываемся, что это один человек, который влияет на всех. Потому что это достаточно популярная мысль. Вчера я говорил о нашем большом исследовании. Мы написали 4 книги и очень подробно рассказывали, как мы проводили исследования. Были интервью, была анкета, количество людей, методология наша. Но я обратил внимание вчера на семинаре, каким образом распределяется мнение о лидерстве. И еще раз повторюсь, лидерство вести за собой или лидерство – это наиболее популярное. И очень удивительно, что лидерство как посвященность Богу и людям – это не на первом месте. Вроде бы должно было бы быть. Потому что вся наша христианская жизнь – это что? Жизнь для Бога и на пользу людям. Ну, возлюби Богом своим сердцем, всей душой, всей разумением. Возлюби ближе. И лидерство как служение. Но так получилось. И мы опрашивали не самых рядовых членов церкви и не тех людей, которые уверовали вчера. Те, которые с трибуны говорят, что нужно служить. Но очень интересно, когда они говорят о лидерстве, почему-то им кажется, что вести за собой – это и есть лидерство. Скорее всего, это в контексте того, чем мы учили в последнее время. Вот такие все книги популярные. Как раз об этом говорили. Возможно. Возможно. Я могу допустить, почему я слышу такие, знаете, осторожные взгляды людей, может быть опытных, братьев, сестер, которые говорят, знаете, нужно поменьше говорить о том, чтобы вести за собой, нежели побольше говорить о том, что нужно служить Богу и служить людям. Я вполне понимаю, может быть, они беспокоены как раз того, что модель поменяется, представление. Был вопрос или комментарий? Пожалуйста. Я хотел допомнить, что это очень много книг и говорит, что это не только, когда одна людина ведет. Да. Все еще делаешь? Да, хорошо. По поводу лидерства как служения. В принципе, в христианском жизни, в христианском понимании любая деятельность в личной жизни, в церковной жизни, в организационной жизни, то есть в профессиональной жизни. Если ты верующий, да, и ты это делаешь, ты понимаешь, что ты это делаешь на благо ближнего, на благо Бога, это может быть служением. Но когда лидерство, собственно, как и любую другую там сферу деятельности ограничивают понятием служения, получается, что у лидерства теряется смысл. Лидерство как служение – это не определение. Лидерство должно характеризоваться как служение, но это не единственная его содержательная часть. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Вообще, вопрос, что такое лидерство, беспокоит не только молодых людей, или мужчин. Это очень интересный вопрос. И с этим многие пытаются разобраться. Я вчера говорил о том, что если посмотреть на этинологию слова «лидер» или «лидерство», в английском языке слово «лидер» стали использовать только в XVII веке. А лидерство в XVIII веке. Вы знаете, когда мы проводили исследования и хотели анкету перевести на кыргызский язык, в кыргызском языке нет слова «лидер» или «лидерство», нет в румынском языке. То есть в молдаванах было достаточно сложно взять нашу анкету просто кальку, нужно было объяснять, о чем идет речь. Это слово, которое вошло на русском, на украинском. И нужно разобраться вообще, какие корни у этого слова. Очень интересно, что в Верхненемецком, Старосаксонском, в XIV-XVI веке, лидера называли человека, который знал путь. Проводник. И он помогал другим пройти через заторы льда, снежную бурю, неизвестную, пересеченную местность. Он знает путь. Значит, смотрите, кто из вас когда-либо показывает путь другому? Вы встречали сопротивление? Например, альтернативный, может сюда пойдем? Ты говоришь, нет, не сюда, вот сюда. А он говорит, давайте отдохнем, вы что уже устали? А вы говорите, нет, сейчас нужно идти, потому что если мы засидимся, будет сумерк и все. Я своим сыном в прошлом году ходил грибы собирать и зятя, два сына и я. В общем, мы пошли, хорошо грибов насобирали, помолились Богу, так все прекрасно. И тут Тима говорит, мой папа, нужно уходить. Потому что, когда заходит солнышко, а в горах забрались уйой-йой куда, а спуститься там ничего не видно, у нас ни одного фонарика нет, ну и все остальное. В общем, мы не особо хорошо подготовились. В общем, еле вышли. Вот в тот момент это был самый главный лидер наш. Потому что он знал, единственный, кто знал более-менее куда нам нужно спуститься. А с вершины горы можно спуститься в разные стороны. А машина у нас была только в одном направлении. Можно было до утра ходить туда. Показать путь, помогая, убеждая других. Проводник порой берет ваш рюкзак на себя. Правильно? И говорит, слушай, дай руку, я тебе помогу. Не переживай. Я уже тут много раз ходил. Но это означает, что у проводника он хотя бы должен знать путь или верить, что он знает. Хорошо. Что вы видите? Давайте поговорим о лидерстве на фоне картинки. Что вы видите? Ледокол. А что делает ледокол? Идет ледокол. Хорошо. Вот скажите, ледокол вдруг персонифицируем. Вечером ему мысль такая пришла. А что сегодня я? Ну что, мне больше всех нужно? А что не другие? А что вот тут? Вот пускай гоняет он, теперь он. Я уступлю свою ответственность. Что происходит с ледоколом, когда в голову придут такие мысли? На металлолом. А знаете, вот это хорошая иллюстрация к служению. Если ты понимаешь, что ты ради этого и существуешь, тогда легче. А если ты понимаешь, что это могли сделать и другие, то ты хочешь достойно соскочить. Но если ты веришь, то для этого ты создал. Что это твое предназначение. Ну что ж. Знаете же с Писаника, что Господь Бог не возлагает на нас больше, чем мы можем вынести. Правда? Раз Он нас создал, ледокол нет. Не кроши других людей. Нет, нет, нет. Служи. Помогай. Делать для них легче. Чтоб у них получилось. Ледокол не существует сам ради себя. Только для других. Хорошая иллюстрация христианского служения, да? Супер. Это не танк, это ледокол. Так. Это мирные самолётики. Прошу прощения. Это мирные, спортивные какие-то. Это не истребители. Даже если не истребители, мы их воспринимаем как мирные самолётики. Что вы здесь видите? Один, один впереди. Один впереди. Ведущий. Ведущий, ведомый. Отлично. Ну еще что вы видите? Синхронный. Синхронный. Отлично. Вы имеете свое место. Вот. Каждый знает свое место, свои роли. Еще что происходит до того, как они летят? Они готовятся. И говорят, что у этих летчиков особое уважение друг к другу. Результат заливает. Результат, да. Заливает. Говорят так. Лидерство – это как изобразительное искусство. Видишь красиво? Объяснить не может. Сколько доверия, сколько тренировки и взаимного уважения. Самое главное – приземлились. Друг друга обняли. Сказали спасибо, что никто не ошибся. Ошибка любого ведущего, ведомого – это катастрофа. Любого. Один известный американский писатель, христианин. Работал он и в бизнесе, и несет служение в церкви. Он написал книжку «Лидерство – это джаз». У нас есть музыканты? Расскажите. Вас вчера не было на семинаре, да? Расскажите, что такое джаз? Стиль джаза? Расскажите, чтобы мы все услышали. Я? Да. Я любитель. Ну, я хорошо. Ну, как любитель. «Лидерство» – это направление музыки, характеризующее чем? Это всегда импровизация. Это всегда сольное исполнение. Это когда человек на саксофоне фа-фа-фа, а потом он делает шаг назад, и вот этот контрабандист вот так его подсовывает. Контрабасист. Контрабасист. Значит, у нас есть тайные специалисты на музыке. И вот он тоже тогда играет, чтобы мог было успешно. «Лидерство» – это и сольное исполнение, это также и командно-оркестровое исполнение. Но самое интересное, что в джазовой музыке – получить удовольствие, сыграность, уважение к другу. Эти люди, если они приходят с плохим настроением, если они не… Вот, а чего он здесь? У них ничего не получится. У них ничего не получится. И порой эти люди, вы знаете, особо большой подготовки не имеют к тому, чтобы сообщать. Это вот некие принципы, которые позволяют людям собраться на площадку, сыграть, разойтись, потому что они понимают. Мы же музыканты, мы же профессионалы. Это вот как… Мы же христиане. У нас по определению должно всё получиться. Всё организовано. Всё конкретно чистенько. С качеством. С хорошим отношением друг к другу. И все говорят, а почему? Так как почему? Ну, мы же христиане. Я извиняюсь. Может, свет включить? Давай. Если нужно. Да, давай. Попробуйте. Просто глаза у вас, допустим. Попробуйте. Попробуйте. Давайте, давайте, найдите. Потому что если плохо на глаза, и мы не должны этот лидер пошёл, а мы ему свободу. Попробуйте. Давайте. Лидер упал. Может, он просто смыл? Ну, пока ищет. Хорошо. Существует личное организационное лидерство, а о личном лидерстве очень мало кто говорит. Очень мало кто. Но, вы знаете, это хорошая и интересная тема. Лидерство – это когда ты мыслишь ясно, берёшь ответственность за собственное действие, ставишь собственные цели, достигаешь. В принципе, ты разговариваешь сам с собой и, в общем-то, показываешь себе путь, как нужно жить. А из-за того, что мы порою наши ценности, наши действия, они противоречивы, непоследовательны, то вот что происходит, что в своё время греческий философ ещё до Рождества Христова сказал, пока не научился управлять собой, нельзя доверять тебе управлять другими. Личное лидерство. Организационное лидерство – это когда мы сообща знаем, куда тащим, кто тащит, кто в полсилы, кто в силу. Каким-то образом мы договариваемся, у нас есть одна цель. Мне кажется, мы должны в евангельском сообществе объяснять и суть работы сообща, и также объяснять и помогать людям, чтобы они могли нести ответственность за себя. Личное время, личные отношения с Богом, силы, здоровье, отдых, всё остальное – целостно. Вы понимаете, получается так, иногда человек учит других, он говорит, ну а как у тебя там, ну допустим, вы отдыхаете, я не самодисциплинирую. Мне приходится часто преподавать пасты. Часто. Самые плохие ученики. Самые плохие ученики. Они говорят так, мы другим рассказываем, что нужно в жизни приоритеты, что нужно мудро подходить, но они идут учиться, при этом ни от чего ещё не отказываются. У них в жизни не наступила какая-то такая вот лакона времени, где они могут её заполнить учёбой. Это сверху всего, что они и так уже делают. И поэтому просто они не справляются. Не потому что они плохие люди. Или у них недостатка интеллектуальной способности. Личное организационное лидерство. Коротко давайте мы с вами поговорим, что происходит в последние столетия. Ещё в 20 веке к лидерству относились таким образом. В принципе авторитары, которые приходили и говорили всем, что делать, это считались более высокоэффективными. Потому что это быстро. Не надо время тратить, договариваться. Это быстро. Это всегда указание. Ты взял то, сделал то, отнёс туда. Срабатывает. Если человек новичок, он не знает, но через время он более-менее уже опытный. Он говорит, подожди, а что ты мне указываешь? Я и сам знаю. Ну и, конечно, во главе семинарий ставили богословы, во главе церкви человека, там, допустим, особого проповедника, кто директор больницы, это обязательно врач высокой квалификации, он должен быть эксперт именно в этой специальности. Но в 21 веке многие вещи меняются. Во-первых, сейчас лидерство многими воспринимается как явление, которое основывается на отношениях. Да, я с тобой готов, может быть, даже и зарплату мне платить не надо. Мне просто нравится с тобой работать. Я тебя уважаю. Понимаете? Я понимаю человека. Я не боюсь, что там у тебя написано. Директор, главный директор. Я тебя уважаю. У нас с тобой хорошая отношения. Ты меня никогда не подводил. Вот это в наше время ценится наиболее. А это означает, что отношения вдоль. Вы видите, чаще и чаще мы встречаем у водителя, который садится со своими сотрудниками и общается без галстуков. Ну, то есть это неформально. Он даже меняет интерьер своего кабинета. В 20 веке в основном у всех начальников кабинет был так. Например, стол и вот так длинный стол, где все сидели, а он в президиуме. Он в президиуме. По-другому нельзя. Сейчас это круглый стол, а иногда и даже стола нет. Я, например, когда работал ректором Санкт-Петербургского христианского университета, поменял мебель в первую же неделю. Сначала у меня был стол, потом стола не было, потому что им нужен был стол сотруднику. Я говорю, у меня нет денег в бюджете, но вот стол есть. И он через 5 минут вынес. Вы знаете, как работать больше хорошо? У нас был кабинет, там несколько стульев. Все приходили, стола нету лишнего, особо не рассиживались, пообщались и все ушли. А у меня была другая комнатка. Вот там она была хорошая, там у меня был стол письменный, там у меня можно было помолиться, там у меня можно было пообщаться один на один. А кабинетом не был кабинет начальника, это было место встречи. Диалог очень важен сейчас. Диалог, это не когда один говорит, все слушают. Диалог. Причем диалог, в котором каждый получает пользу. Вот сейчас среди руководителей, среди менеджеров среднего звена в церкви, в общинах, в христианской организациях назрела большая необходимость учиться давать обратную связь. Обратная связь это сообщение, которое направлено на то, чтобы отрефлексировать, что произошло, но в этой рефлексии нужно помочь человеку увидеть, как он может прогрессировать. Я в свое время работал руководителем богословской программы с аккредитацией университета Уэльса в Великобритании. Вот когда британцы приехали в Петербург к нам и обучали нас несколько профессоров было, обучали каким образом нам нужно было студентам давать оценку. Мы обычно брали красную ручку, ставили двойку, пятерку и с восклицательным знаком, это вот так условно, я утрирую, конечно. А они говорят, знаете, вы должны писать три параграфа. В первом параграфе, что очень хорошо, во втором параграфе, что хорошо, а в третьем параграфе вы должны дать человеку понять, как бы он мог сделать работу еще лучше. Три параграфа. Нас хватало нашей силы. Отлично, молодец, классно, плохо. Неудовлетворительно. Немногословно. Почему? Потому что я же профессор, а он же студент. Пускай благодарит, что я ему сказал, молодец, отлично. А сейчас студент, он их учит просто. Ну хорошо, отлично, что у меня нет зоны роста. И вот этот диалог, лидер, коуч, идея в том, чтобы тебе помогать. Помогать человеку развиваться. Сейчас я ценю особенно и уважаю тех руководителей, которые мне помогают развиваться. И когда я вижу, что они помогают другим развиваться. Они просто рукой водят. Хотя это тоже нужно делать. Но когда они просто дают указания, но когда они помогают другим развиваться. Это очень важно. Теперь я хотел бы, у нас время лежит, напомнить определение, которое я как-то сформулировал в процессе работы. Как я воспринимаю, что такое христианское лидерство? Это в первую очередь следование за Христом. Но в качестве кого? В качестве соработника Божия. Ты следуешь за Христом в качестве соработника Божия. По исполнению Его воли. По отношению к Его творению. По отношению к себе, своей семье, своему окружению. Соработников, студентов, инфраструктуры, город, село, где ты живешь. Ты следуешь за Христом. И ты соработник Божий. Это означает, как последователи Христа мы порой становимся и соучастниками каких-то процессов. Может быть даже в роли лидера. В церкви, на производстве. А у Бога своя работа там, свое царство. И в этом царстве Он что-то осуществляет. Лидерство и богословие. Я считаю, что богословие очень нужно для лидерства. Потому что богословие облагораживает все. Богословие облагораживает. И есть две богословцы и стези. Очень часто говорят, нам не нужны мыслители, ученые, образованные. Нам нужно делатели. Думать будем потом, а делать нужно сейчас. А я не видел, чтобы Христос в своих поступках действовал неосмысленно, непродуманно. Что у Него интеллект на каком-то этапе был выключен. Но я не видел. Я видел, что все Его поступки осмыслены. Что Он сначала знал, а потом делал. Когда ему делали замечания по отношению Его поступков, Он говорит, подождите, друзья. Я выучил домашнее задание. Все, что Отец мне повелел, то я делаю. Значит, Он что-то знал, что-то выучил, что-то усвоил, а потом поступал. Мне кажется, мы должны стремиться расширять наше знание, приобретать компетенции и работать над своим характером. Тогда у нас будет и хорошее мудрое слово, и правильные поступки. Работать над своим характером, расширять знания, приобретать компетенции. Знания, компетенции, характер. В общем, не стоит противопоставлять в лидерстве вот эти две вещи. И не только в лидерстве. То есть это все должно быть взаимосвязано. И очень хорошо, когда в команде у нас есть ярко выраженные люди, практики, которые уважают теоретиков. И есть теоретики, которые уважают практику. Просто по складу характера, по складу талантов, одному проще работать с книгами, другому проще работать с людьми. Но нам нужно работать сообща. Правильно? Это я как бы развожу, все делаю просто. Отлично. Путь христианского лидерства. Это преследование Божьих целей. Это следование за Христом. Это служение Богу. Вчера у нас молодой человек сидел, где Дина сейчас на первом ряду. Он говорит, вы дайте нам что-нибудь практического, чтобы мы могли уже с понедельника практиковаться. Пожалуйста. Очень практическо. Преследуйте Христову цель. Самопроверка. Чем я занимаюсь? В соответствии Божьему характеру. Я же последователь Христа. Это то же самое, что бы и Он делал. Следую ли я за Христом? Служу ли я Богу этим, что я делаю? Служу ли я людям? Вы знаете, не всегда человеку просто разобраться. Потому что у нас порой столько много идей вокруг. Кто-то скажет, например, в церкви полы мыть. Это служение Богу людям, преследование Христовых целей и все остальное. Работать инженером на производстве, ну ты знаешь, это просто работа, деньги зарабатывать. И никому это не нужно. И не всегда. Это правильно. Ну это следующий семинар. Я Алексею Эдуардовичу готовлю платформу. Он будет говорить на следующем семинаре о личном организационном лидерстве христиан на работе. Это вот. Он специалист. Две цитаты. Вы не читали книжку во имя Иисуса Генри Ноуэн? Не читали, да? А вообще слышали такое имя Генри Ноуэн? У него есть книжка в радость от его и плач. Да. Кто-то слышал? Вот я рекомендую вообще запишите это имя Генри Ноуэн. Просто постакомьтесь информацией о человеке. Католик, священник, он умер. Генри Ноуэн. Если бы было время, я бы больше рассказал. Но одну вещь только расскажу. Он работал богословом в Ельском университете. И когда был преподавателем, на одной конференции, подобной нашей, к нему подошли и сказали, что нам директор нужен в госпиталь для душевно больных и умственно отсталых людей. Ты не хочешь быть директором? Ну что, ребята? Ну как? Ну в общем, его уговорили. И вот там годы спустя, его биография очень интересная, он понял, что он стал настоящим богословом. Ну я никому это не рекомендую и даже себе не рекомендую. Но мне кажется, этот человек может только сам в своей жизни что-то осознать, когда ты с чем-то сталкиваешься и ты становишься по-настоящему человеком, мыслителем, христианином. И он написал много интересных книг. Одна книга во имя Иисуса, она была написана как размышление о христианском лидерстве. Но так как книжку опубликовали там лет 15 назад на русском языке, наверное она и на украинском языке есть, ее перевели как размышление о христианском руководстве, потому что слово «лидер» на русский язык еще не вошло. Две цитаты. Руководителем будущего будет тот, кто осмелится признать свою ненужность в современном мире как божественное призвание. Христианскому лидерству необходимо совершить переход от нравственного лидерства к мистическому. Короткий комментарий. Нам всем навязывается мысль, что мы очень нужны. Без нас страна пропадет. Мир пропадет. Знаете, без Бога пропадет. И мир, и страна. Людям нужен Бог. Мы соработники Божьи. Вот это означает, если мы признаем, что мы не особо-то нужны здесь, а мы же лишь только соработники Божьи. Тогда мы будем думать, а что же Он хочет совершить. А мы только Его последователь. Когда мы это не делаем, тогда мы выпячиваемся, себя показываем, постоянно с микрофоном и все остальное. И тогда, получается, мы на себя очень много бьем. Переход от нравственного лидерства к мистическому. Короткая мысль. Нравственное лидерство – это быть хорошим человеком. Во имя своего. Во имя человечества. У Аристотеля его этика в чем заключалась? Воспитать хорошего гражданина, чтобы у нас были сильные города. Ну, сильное человечество, сильный город, сильная Украина, сильная Россия. Let's make America great. Ради этого. А Генри Нолун говорит, подождите, давайте мы подумаем о том, чтобы быть Божьим Детем. Не хорошим человеком своей страны, своего государства, а Божьим Детем. А тогда все меняется. Когда ты направо-лево смотришь не на сотрудников, не на руководителей, а на Божьих людей. Это твои братья и сестры. Это Божьи люди. Божьи дети. Все меняется. Очень интересно. Вторая цитата. Без глубоких богословских размышлений лидеры будущего станут не более чем псевдопсихологи, псевдосоциологи, псевдосоциальные работники. Христианские руководители в будущем должны быть богословными. Так, сейчас правильную картинку мы должны нам нарисовать. Это не кабинетная работа. Богословы. Люди, которые познали Бога и научились через молитвы, учебное заведение, вдумчивое размышление открывать божественный спасительный промысел в, казалось бы, случайных событиях жизни. Иными словами, христианское лидерство заключается в том, чтобы видеть Бога каждый день. И жить ради Него. И жить с Ним. И творить добро с Ним, в Нем, ради Него. Не, все остальные вещи тоже нужны. Характер, знания, компетенция. Но Бог на первом месте. Очень много книжек написано про лидерство. Но если б можно было все редуцировать и дать один практический совет, я бы давал вот такой. Ребята, хотите стать хорошими последователями Христа, хорошими руководителями, идите ко Христу и научитесь от Него. Потому что Он так сам сказал. То есть это самое главное. Все остальное нанизывается. Но это самое главное. Когда этого главного нет, тогда мы приобретаем знания и начинаем ими бравировать. Делаем какие-то умения, научились каким-то компетенциям, начинаем их хвастаться. Понимаете? А когда во Христе, тогда получается охваляющийся, чем Он может хвалиться? Только Господь. Вот тогда мы спокойно чего-то умеем, чего-то знаем, но ведемся достаточно просто, скромно и так далее. В чем заключается деятельность лидера во взаимодействии с командой? Теперь поговорим с вами в диалоге. Как вы думаете, деятельность лидера во взаимодействии с членами команды? В чем эта деятельность заключается? Давайте. Ну, он должен... Ну, я сейчас написал это первое, что это лидер. Что это лидер, которая может налаштовать других людей, проработать над одной целью и двигаться над одной целью. Ага. Гарда? Помощь людям развиваться. Прекрасно. Отлично. Создать атмосферу, микроклимат и условия. Прекрасно. Обратная связь. Обратная связь. Шикарно. Помочь разным людям взаимодействовать. Отлично. Помочь коммуникации, взаимодействия. Шикарно. Дикий труд. Это дикий труд. Подготовить замену. Все перетрудить. Да? Подготовить замену. Много. Да? Много чего. То есть, вообще, вы многие вещи упомянули, которые имеют глубокий смысл. Когда мы в Таврийском христианском институте попросили дать ответы на подготовленные уже вопросы, очень интересно, как ответы были распределены. Ну, мы заготовки дали ответу. Сформулировать, донести до людей общую цель команды. Объяснить важный смысл общей деятельности команды. Определить и показать на личном примере ценности, правила, стандарты. Разработать, реализовать стратегический план. Создать необходимые условия, чтобы люди могли сделать то, что от них ожидается. Мотивировать личностное развитие каждого человека в отдельность. Создавать для этого условия. Ну, оказывать поддержку, вдохновлять, мотивировать. Вот вы знаете, когда люди видят это описание деятельности руководителя команды или лидера команды, они говорят, так а в принципе все важно. Все важно. Но очень интересно, и я вам скажу, это отражает общий контекст нашего евангельского сообщества. Очень интересно, что мотивировать, вдохновлять и оказывать поддержку. А вот эти студенты могли выбрать любое количество ответов. Хоть все подряд. Ну, вот это 90%. Самый низший балл где? 50%. Объяснить важность и смысл общей деятельности команды. 50%. А вы знаете, это очень плохо. Потому что мы недооцениваем важность того, что мы работаем с людьми, а люди движим идеями, смыслами. Пока он не понимает, пока это не стало его частью умственных представлений, сердечных представлений, пока это его не зацепило, это не стало его частью, он не будет трудиться. А чего он будет уважать Васю? Чи Петра? Чи Марию? А чего? Зачем? А кто они такие? Вот когда он понимает, что рядом со мной брат во Христе, человек, которого я уважаю, тогда он может сказать, ну а теперь ты давай. Когда он понимает смысл общей деятельности, то есть люди движимы и энергичны в том смысле, в том случае, если они понимают, на это нужно обращать внимание. Но я одну вещь заметил, я сейчас вам скажу так. В нашем евангельском сообществе мы очень много пытаемся людям объяснить, ну например, для чего христианам служить. Они вроде бы понимают, но еще чего-то не хватает. Вот я сейчас надеюсь, что у нас время хватит и для этого. Если вы захотите потом после у нас во время перерыва прийти и сфотографировать эту табличку, я вам с удовольствием дам. Кстати, в одной из наших книжек эта таблица есть. Метамодель лидерства Роджера Гилла. Я быстро пройдусь. Быстро. Очень простая. Метамодель – это модель, которая включает в себя другие модели. В лидерстве очень важно указать долгосрочную цель или показывать. Потому что нет видения, ты не движешься никуда. Правильно? Но это не все. Потому что некоторые говорят, лидерство – это видение. Это не все. Вторая вещь, миссия – это цель. То есть, а ради чего? Чего нам лезть на тугуру? Мы же не понимаем, что она нам даст. Ну зачем? Зачем? Слово – зачем? Не в смысле, что мы хотим достичь, а зачем. Миссия. Высокоэффективное лидерство связано с тем, что мы объясняем, показываем – зачем. В третьем – ценности. Что для нас правильно. Ради чего мы не пойдем ни на какой компромисс. Что для нас правильно, а в бизнесе они говорят, что для нас правильно и выгодно. ценности. Для христиан какие самые главные ценности, которыми мы руководствуемся? Давайте. Сам Господь как ценность. Хорошо. Слово Божие. Хорошо. Еще. Верность Господу. Верность Господу. Хорошо. Еще. Вы знаете, для человека неверующего, он бы сейчас вас слушал, он говорит – я ни одно слово не понял. Моральные качества. Моральные качества. Какие? Честность. Честность. Добропорядочность. Добропорядочность. Потому что некоторые люди, может быть, говорят – я знаю Господа, но если они не честны, Господь говорит – я зато вас не знаю. Верность. 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 Честность, справедливость, великодушие, порядочность – это общечеловеческие ценности. Ну а извините, мы же знаем источник этих общечеловеческих ценностей. Хотели добавить? Да. Надо добавить. У меня признавательные ошибки. Совершенно верно. Потому что это тоже важно. Совершенно верно. Ошибается и не признает эти ошибки. Это некоторым честным командам может признает. Разрушение. В команде, в общине, в организации, когда мы говорим, чего мы хотим достичь, мы должны договориться, как мы будем достигать. Что мы будем делать, чего мы не будем делать. Что для нас является стандартом. Отношение друг с другом, отношение к труду, к продукции, к клиентам. Ценности. Хорошо. Дальше. Стратегия. Это мы хотим что-то осуществить и как мы будем продвигаться к этой намеченной цели. Это тоже часть лидерства. Тоже часть лидерства. Второе усиление. Пятое усиление. У нас не работает эта штука. Это создание условий, чтобы люди могли сделать то, что от них ожидается. И пятая, шестая тема или вот практика, это вовлечение. Создание такого микроклимата, чтобы люди могли и хотели делать то, что от них ожидается. Как это все относится к христианству? А вот очень просто. Эти ключевые грани христианского лидерства, они должны быть пропитаны откровением, присутствием Бога. Когда мы говорим о целях, они богоугодны. Когда мы говорим о смыслах, зачем? Мы понимаем, зачем с перспективы бытия Бога, Его воли, о ценностях, а не просто общечеловеческие. Это ценности, которые лежат в плоскости воли, заповедей Божьих. Когда мы говорим о стратегии, мы говорим, будем рассчитывать на Господа Бога, но также рассчитывать и на свои силы, продуманность, осмысленность. У нас осталось 10 минут, правильно? У нас тут был Олег вчера, помощник. Он мне показывал 15 минут, 10 минут и 5 минут. Сегодня Олега нет. Но он был хорошим наставником, поэтому я запомнил, что нужно следить за временем. В христианском сообществе, я хочу перейти на другую тему, но быстро ее пройти. Давайте я оттолкнусь от этой мысли и перейду к другой. Мы заметили, что в христианском сообществе нет целостного представления о лидерстве. Люди говорят о характере, и это неплохо. Но быть хорошим человеком, но неэффективным, не результативным, некомпетентным. Я что-то не вижу, что это какая-то библейская гармоничная картина. Но добываться целей, быть высокоэффективным, обманным путем, непорядочным путем, хитрым путем, я тоже не вижу, что-то не стыкуется. Это означает, что нам нужно не в этой плоскости знаний, компетенций и не в сторону характера лишь только двигаться, а брать два вектора сообща. Быть богоугодными, быть людьми знающими и быть людьми умеющими. Это означает, что мы должны глубже смотреть на вопросы лидерства, а не только говорить, что лидерство – это Христос. Ну а что это значит? Лидерство – это служение. Хорошо. Что такое служение? Мы не должны уже удовлетворяться простыми, элементарными какими-то клише. Поэтому нам нужно работать более серьезно. Если уж берем мы на себя какую-то ответственность, взращивание лидеров церкви, так давайте тогда садиться серьезно и продумать, что это означает. Понимать, что это требует время, что это потребует какой-то систематический подход и работать на более глубоком уже уровне. То же самое, что касается и не обязательно христианских сообществ, это и бизнес-сообщества или в некоммерческом секторе. Все это должно иметь осмысленный путь. Христианские лидеры будущего должны знать свой путь. Особо я размышляю сейчас о молодом поколении. Мне встречались люди почти пенсионного возраста, которые говорили, «Не, ну в общем-то жизнь прожил, но занимался не своим делом. Чувствовал, что я не должен этим, но там деньги, там еще что-то». Но сердце было мое совсем в другом. Вот это призвание. Работать, трудиться, служить в сфере своих талантов, в сфере того, что Бог призывает. Недавно я прочитал интересную книжку Дага Косткелла. Он работает со студентами в одном университете в Америке. И он объяснил призвание в трех плоскостях. У каждого христианина есть общее призвание. «Творить добро, не делай зла». Мы все к этому призваны. Правда, братья и сестры? «Творить добро, не делай зла». У каждого, наверное, из нас есть какое-то миссиональное призвание. Это своя миссия в жизни. Кто-то из нас стратег, кто-то аналитик, кто-то из нас мыслитель. Другой настроен на отношения с людьми. Четвертому ему просто Богом дано делать замечания. И он это делает умело. Вот просто он от Бога человек замечательный. Делает замечания. Другой от Бога ободряет. Третий утешает. Пятый – вот просто от Бога своим присутствием. Вот скромный человек рядышком с нами своим присутствием. «Спам спасибо, что вы просто побыли с нами». Умеет любить, умеет прощать. Ну и, естественно, не то и компетенции. «Имеешь слово мудрости – говори. Слово знания – пожалуйста. Увещевай – пожалуйста. Каждый служи своим даром». И причем этот дар не только в церкви, он может быть и в профессиональной сфере. Но есть еще и прямое призвание. Не все из нас получили это прямое призвание, как Моисей – горящий куст. Не все. Вот говорят так. Когда есть прямое призвание, от тебя что требуется? Только одна вещь – послушание. Его даже искать не надо. Ты там спишь, ешь, идешь, работаешь и бах! Господь тебе дает это прямое призвание. От него зависит это прямое призвание, не от нас. Там только нужно послушание. А вот во всех остальных нужно искать, иногда брать какие-то тесты, спрашивать у людей, что у меня получается, что у меня не получается, чтобы понять и разобраться в себе. Я хочу дать еще некоторые ключевые такие вот вещи, которые тоже практические. Вы знаете, каждый может провести диагностику для себя. Это то, с чем я хотел, чтобы вы ушли, кажется, послушав наш семинар. Сядьте, найдите время, ляжьте, идите. Я не знаю, что вам лучше. Пытайтесь разобраться, чем вы сейчас занимаетесь в жизни. Что вы хотите достичь? Ради чего? Ради чего? Какие ваши ценности? Чем вы руководствуете в жизни? Не в смысле теоретически, а вот так, по поступкам. Как же ваша стратегия? То есть, если вы чего-то хотите достичь, как вы движетесь к этому? Подумайте, что вам нужно для того, чтобы вы могли осуществить задуманное. Лидерство всегда сопряжено с какими-то, с достижением каких-то целей. Это вот очень хорошее домашнее упражнение или домашнее задание. Я не знаю вас, я не знаю ваших обстоятельств, я не знаю ваших сердечных переживаний, ситуаций в жизни. Я не могу дать конкретные практические рекомендации. Не могу. Но вы можете помочь себе. И когда отвечаете на эти вопросы, попросите Господа Бога, чтобы он был с вами. Вот. Чтобы он подсказывал, давал хорошие ответы. То есть, в его свете. Вот сейчас Олег подошел, да? Давай, Олег, выходи. Молодец. Пять минут. Все, молодец. Спасибо. Если вы работаете с кем-то, кого вы воспринимаете как наставника, не давайте этому человеку ответы. Но попытайтесь помочь ему найти ответы на эти вопросы. Это инструмент не только для самопроверки. Это еще инструмент для работы с вашими сотрудниками, вашими коллегами, вашими детьми. Но не так, чтобы посадить напротив себя и говорить, так, отвечай. Вот так вот. Подскажите. Дайте человеку задуматься. Вы сказали наставляемому вашему. Нет, наставляемому вашему. Наставляемому. В Соединенных Штатах существует такой институт в городе Клэрмонт. Там есть высшая школа бизнеса. В этой высшей школе бизнеса есть институт Питера Друкера. Кто-то слышал такое имя? Питер Друкер, да? Отец современного менеджмента. Вот. Он сам иудей по вероисповеданию. Хотя об этом мало писал. Он умер. Но его все книги по менеджменту, они как бы пронизаны мудростью. В действительности, мудрости. Потому что он был человек, который изучал Тору, знал Тору, знал Священное Писание. Так вот, в этом институте, если вы откроете… А вдруг у кого-то интернет есть? Откройте Друкеринститут.ком. Кто первый откроет, мы книжку подарим. Все в разных условиях. А кто первый откроет, книжку подарим. Неси сюда. А, не умеешь. Ну, ну, кто, кто? Давайте, давайте, давайте. Сейчас проверим, насколько вы пользователи. А, все? Телефон на зарядке. Телефон на зарядке. Кто первый открыл? Не грузит, да? Церковь заблокировала. Все? Неси сюда. Так. А ну, что там, смотри, какая страница. Так. Вот. Точно. Оно? Смотрите, написано на первой странице. Вчера, сегодня, понедельник. Как вчера, учора, да? Сегодня и понеделок. А внизу, а внизу написано, сегодня понедельник. И что ты можешь сделать по-другому? Подойдешь потом за книжкой. Хорошо? Значит, я хочу вам проиллюстрировать и объяснить суть. В лидерстве очень важно что-то делать лучше. То, что хорошо сегодня, уже недостаточно хорошо завтра. Вчера, сегодня, понедельник. А что ты в понедельник можешь сделать лучше? Друзья, мы все с вами развиваемся и прогрессируем. Нужно просто не останавливаться. Никто еще не достиг полного совершенства. Никто. Никто. У нас был один совершенный богочеловек, Иисус Христос. Вот он достиг полного совершенства. А все мы с вами в равных условиях. Мы все еще развиваемся и совершенствуемся. Вот подумайте, что в понедельник вы могли бы сделать иначе, лучше. Приобрести какие-то знания, умения, изменить что-то в собственном характере, отношения с Господом Богом. Только этот понедельник пускай будет каждый день. То есть каждый день постарайтесь развиваться, ищите себе наставников, помогайте друг другу, помогайте людям. Вчера, сегодня понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok